Добрый вечер. Рад снова всех видеть. В прошлый раз мы сделали попытку ответить на вопрос всех вопросов. Для чего человеку была дана жизнь? В чем смысл жизни? Но для многих ответ был слегка абстрактным. Поэтому попробуем спуститься с небес и понять загадку и разгадку жизни попроще. Попробуем найти земной вкус этой жизни. Но до начала вспомним выводы прошлого занятия. Человек пришел в этот мир, чтобы не остаться таким, каким он в нем появился. Человек призван изменить себя. Роль человека сделать себя более совершенным. И это совершенство и будет его я. То самое я, которое по прошествию времени и удостоится вечного наслаждения близостью Творца. Получается, что конкретная цель пребывания человека в этом мире добиться совершенства своей личности. Если это так, то что человек должен хотеть? Совершенства. Ну вот странно. Спросите вокруг себя. Выйдите на улицу. А что вам больше всего хочется? А? Ну? А что человеку больше всего хочется? Ну? Что больше всего хочется? Счастья. Откуда вы знаете? Вы из прошлого поколения. Сейчас уже не стесняются сказать просто. Хотим удовольствия. Ну, будем придерживаться старой терминологии. Человечество действительно выделило слово, чтобы обозначить в общем его сокровенные желания. Получается, что человек действительно вместо совершенства ищет счастье. Ведь счастье это что-то реальное, а совершенство, получается, на небе ошиблись. Как же так? Надо в это чуть углубиться. Поэтому для начала действительно придется прикоснуться к теме счастья. Трудно эту тему обойти. Итак, человек хочет счастья. Действительно. Жизнь короткая. Хочется успеть пожить счастливо. Как говорят, любовь до гроба. Человек хочет быть счастлив до гроба. Не после гроба. Не, не, не после. До, до, до. Хотим, хотим. А что такое счастье? Ну, спрошу вас. Что такое счастье, скажите? Конкретно. Здоровье. Да. Счастье быть здоровым, конечно. Но кто это понимает? Больные. А что здорово в этом думает? А ну давайте закроем глаза. И представим, что нас делает счастливыми. Закрывайте. Закрывайте. Шшшш. А? Стыдно признаться? Не стесняйтесь. Ничего оригинального вам не представляется. На одном из занятий один думающий молодой человек ответил краснее так. Что меня сделаешь счастливым? Первое. Деньги. Второе. Деньги. Третье. Много денег. Выиграть вот это счастье. А другое. Что? Счастье? Это когда можно нажать все кнопки и никто слова не скажет. Проехаться на всех машинах, потрогать всех особ противоположного пола, жить в супермаркете и спать в конфетной палке. Все разрешено. Свобода. Это счастье. А если еще что-то? Это когда тебя понимают. Когда тебя понимают. О! Конечно же! Не когда вы их понимаете. Не. Они вас. Вас понимают. Есть еще предложение? Аппетит. Аппетит. Вы правы. Это действительно счастье. Чтобы было тихо. Не про вашу жену будет сказано. Аппетит. Дети! Снова на детей все свалили. Оставьте их уже в покое. Да. Что-то неуловимое такое. Да. Один знакомый, серьезно такой образованный, рассказал, как лет 30 назад, что в Советском Союзе ему попалось в руки заграничное мыло. Пахло необыкновенно. И он сразу почувствовал, вот поеду за границу, а там мыло. Пахло. Счастливо. И приехал в Израиль. Вы правы. Это действительно счастье. Конечно, добиться успеха. А еще власти, славы. Это счастье. Рыжего Гришку четвертого этажа. Помнишь? А что? Что случилось? Умер что ли? Дарееву выбрали. Так и что? Вот это счастье. Кстати, не только человек как индивидуум. Но и человечество в целом постоянно искало и ищет как осчастливить человека. Что только не придумано. И не построено для этого. Все для счастья человека. Ах, счастье, счастье. Как хочется счастья. Вы заметили? Хочется. Его все время хочется. Вы заметили? Значит, нет счастья. Но хочется. То, что есть, ведь не хочется. А ну давайте задумаемся. Если человек так желает и стремится к счастью, то чему больше всего он не достает? Счастье. Счастливые счастья не ищут. Счастье ищут не очень счастливые. Настроение испортило. Наоборот. Вы знаете, вот в одну секунду сделал вас счастливым. Ведь сейчас вы будете доказывать мне, что вы не я, не я. Вы счастливы. Чтобы чуть разобраться в этом, расскажу вам историю-притчу. Однажды, лет 200 назад, в одно село на границе между Россией, Украиной и Белоруссией, чтобы никому не было бить, приехал с докладом марсианин. Зеленый такой, с антеннами. Надеюсь, что вы понимаете, что проблема не у нас, а на Марсе. В Австралии. В Австралии? Там стали обижаться. Тема лекции, как живется на Марсе. Зал был забит до отказа. Электр сразу приступил к описанию подробностей жизни на Марсе. Заголовок. У нас на Марсе жизнь кнопка. Вот вы хотите попить водички. А ее нет. Что теперь? Тащиться за полкилометра в колодцу. А у нас на Марсе каждым дном. Эй, кнопка такой крайний. Повернул? Вода течет. Вау. А как вы стираетесь? На речку руками, мыли, драйв, полоскатель. А у нас ящичек. Грязное велет туда. Бац. Добрысал, подросал, кнопку нажал. Чуть подождал и все. Чистое выходит. Вау. Вечером темно. Свечи, лампы, керосины. А на Марсе кнопку нажал. Светло, как дно. Эй, да ну. Вот вы. В соседнюю деревню. Как добираетесь? А? Запрыгали телегу и потащились. Под дождем, снегом. А на Марсе телеги сами едут. Без лошадей. Быстрее любого скакуна. Эй, ну чудеса. И будка на такой телеге с подогревом зимой. А если застряли в дороге, у них коробочка есть. На кнопку нажал, в нее говорят, а дома за километр слышно. Жена, ты там? А ну начни разогревать ужин. И так он рассказывает и рассказывает. И все пораженные слушают с открытым ртом. Глаза круглые слушают, пока одного не прорвало. Да какой же это Марс? Это же настоящий рай. Там точно все веселые, счастливые. Вы знаете, и тут лектор так слегка приостановился и говорит, вы удивитесь, услышать, вовсе нет. Марсиане в основном переполнены постоянными жалобами и претензиями. Жизнь их не тяжелая. И они все время озабоченные, нервные такие. То коробочка не работает, то ящик. То у другого она получше. То в ящик сыграл. Некоторым так плохо, что даже есть специальные врачи, которые должны часами выслушивать, чтобы легче стало. Беседовать, успокаивать, давать советы, как выжить в общем-то. Да и в целом марсиане сами по себе ходят грустные, довольно-таки печальные. Скучно. И есть там целая индустрия, развлекательная называется. Ну хоть как-то развеселить, настроение поднять, музыку как врубать. Легче стало. Один раз на марсе работники индустрии развлечений забастовку устроили. Без радио, без телевизора. Треть рехнулась. Треть депрессии. Треть передралась. И вдруг посередине встал в гневе красный месник. Говорит, аааа, обманщик. Вот ты себя и выдал. Не может быть такого. Вранье все. Жить как в раю и быть недовольным и не сюда, на землю. Что только человечество не придумало, чтобы себя осчастливить. И чем больше стараются, тем больше несчастных вокруг. Ну, судя по растущему количеству армии психологов, еще больше растущему рынку антидепрессионов. Да видите, ведь человек думает. Вот только стенку куплю, вот краник новый. Вот там дом только побольше. Вот только закончу проект. Вот если получу, вот только примут. И вот так и выглядим. Мы, кстати, так и выглядим. Соответственно. Ну, к примеру, наш брат с Марсом. Знаете, особенно кто постарше, недавно приехал. За километр видно, что с Марса. Хотя уже одет как все. Знаете, почему? Лицо. Физиономия выдает. У нас вид такой, знаете, все смотрим подозрительно. Лицо недовольное. Хмур такое. Ну что, улыбаться будем? Мы люди честные, прямые, крови душой не будем. Особенно с утра. Если на душе плохо, пусть все знают. Искусственных американских улыбок себе напяливать не будем. А мы такие. Красота. У нас на лбу крупными буквами написано, вот тут, вы смотрите, вот тут. Не-да-да-ли. Вот он, человеческий диагноз, несчастье человека. Не-да-ли. И не только нам, во всем мире. Сколько человек живет, чувствует, что-то недополучил. Не-да-ли. Чего? А кому-то что? Кто недополучил почести, кто значимости, кто власти. Кто признание, кто богатство, кто комфорта. Человеку кажется, вот если вот только-только вот куплю, вот смотаюсь в Багамы, счастье будет. Вот так мы и живем. Счастье желаем. Желаем, но в процессе находимся. И продолжаем желать. А оно как призрак. Нету его. За призраком гоняется. Прежде чем поднимется скандал, раскрою вам секрет. Не осмелился бы я покуситься на святая святых. На самое сокровенное желание человека быть счастливым, если бы это не доказала наука. И все. Наука доказала, теперь тихо, спокойно. Не так давно было опубликовано интересное исследование, проделанное в Гарвардском университете в Америке. Исследование было проделано профессором психологии Даниэлем Гильбертом, его коллегами, в том числе лауреатом Нобелевской премии Даниэлем Каннеман. Тема исследования. Что может привести человека к счастью? Сам профессор Гильберд называет себя исследователем счастья. И они действительно поработали основательно. После многочисленных экспериментов и статистических опросов в мнении большой группы людей, они пришли к драматическим по своей научной новизне формулировкам и выводам. Сейчас слушайте. Ощущение состояния счастья было определено так. При помощи воображения человек помещает себя в рамки будущего и начинает ощущать приятное чувство, как будто он достиг желаемого. Вау! Еще раз. Слушайте внимательно. Нельзя это пропустить. При помощи воображения человек помещает себя в рамки будущего. Я уже выиграл миллионы. И начинает ощущать приятное чувство, как будто он достиг желаемого. Более короткое определение. Мы дали этому на прошлом занятии. Помните? Быть в процессе. И после многих лет наблюдений они выяснили, что почти все участники исследования ошиблись в предвидении того, что сделает их счастливыми. Им была дана возможность выбрать любую возможность. Но, увы, небольшой дом, нероскошная машина, невысокая зарплата, невыженебный курорт не сделали их счастливыми в той степени, как они себя это представляли. И более того, выяснилось, что во многих случаях человек просто не знает, что сделает его счастливым. Просто не знает. Ну, упоминая всех деталей исследований, скажем только, что окончательный вывод он такой. Может ли вообще сам человек знать, что сделает его счастливым? Был дан ясный ответ. Не может. И все. Это не я, это профессор. Чтобы было совсем повеселее, давайте углубимся в этом. Попробуем объяснить поглубже, почему счастье призрак. И посмотрим на циверейскую сторону. Ищущий счастье неизбежно сталкивается с несколькими, условно говоря, духовными законами. Словно. Первый духовный закон. Слушайте внимательно. Человек ценит и стремится только к тому, что у него нет. А тот, что уже есть, увы, не ценит, не стремится. Хочется тот, что нет, тот, что есть. Вот молодой человек. Что он ценит? Деньги. А почему? Их у него нету. А, нету, говорит молодой человек. Будет, грыз, строй, ломал, пахтел, бежал, свистел, считал, бобыл, ездим, все. И спокойно, в общем, других. Э, деньги, деньги, ах ничего. Кстати, люди действительно думают, что вот разбогатею, счастлив буду. Разбогатели. И вдруг выясняется, что богатство никакого счастья не приносит. Разве что позволяет страдать в удобстве. И все дружно. А можно нам немного пострадать? Оставайтесь в процессе. Так сладче живете. Так вы спросили этого нового богача. А что вы теперь цените? Он говорит, у, сейчас со мной здоровье. А почему сейчас здоровье? Пока деньги добывал, здоровье подорвал. Теперь нет здоровья. Теперь что ценит? Что теперь важно? Теперь понятно, что счастье, быть здоровым. И так во всем. Человеку хочется денег, власти, почести, признания, успеха красивых женщин. Хочется? Ну а когда человек этого добьется? Добился. Ну что теперь? Тут же срабатывает второй духовный закон. Закон номер два. Чем больше есть, тем больше хочется. Жизнь в этом мире, как пить соленую воду. Вы слышите? Жить в этом мире, как пить соленую воду. Чем больше пьешь, тем больше хочется. Есть 100, хочет 200. Есть квартира, хотим виллу. Есть фиат, хочет мерседес. Работает сотрудником, хочет быть начальником. Вечно не додали, не дополучил, не дооценили. Чем больше есть, тем больше хочется. Ну, а кто добьется еще большего? Все есть. О, тогда срабатывает третий духовный закон. Закон номер три. Счастливое ощущение достигнутого неизбежно проходит. Надо знать, телесные желания и воображения создают иллюзию необыкновенного удовольствия, которая заканчивается в тот момент, когда заканчивается само действие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Человек достиг вершины, уфория. Выиграл, выбрали, заработал. Отлично. Ну, чуть время прошло. Ну, знаете, такой попривык, пресно стало. Потоптался по дворцу, снова пощупал свой самолет. И что дальше? Ну, здесь. И тогда человек падает с седьмого неба на твердую почву. После короткого приступа наслаждения наступает долгая апатия. При падке веселья меняется затяжными периодами грусти и печали. И тогда снова надо хотеть большего. Еще больше машины, еще больше почести. И так всю жизнь. И так всю жизнь человек находится в процессе, дыготнее. Счастье добывает. Как у нас принято? На ноги встаем. Вот так мы встаем, 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 пока их и не протягиваем. Гробов не рвают. Да? Итог. Человек полагает, что если у него будет все, счастлив буду. Говорит профессор Гильберт, сколько не мечтай и сколько не постигай, увы, счастлив не будешь. Единственный выход – быть в вечном процессе. И так счастье на Марсе, быть в вечном процессе, а потом умереть. Что мы успехами делаем. Ну, неужели это единственный путь в жизни? Это единственная возможность прожить эту жизнь? Бежать за призначным счастьем, вечно в процессе и быть занятым до гроба? Это же есть изифов труд, это тупика, это бессмысленность. И хотя человечество пытается увидеть в этом какой-то смысл, в этом никакого смысла нет. Это будет никуда. Это настоящий мир. А что же совершенство? Помните, мы уже забыли про это даже. Ведь человек в этот мир пришел для того, чтобы стать совершенным. Как-то вообще не приклеивается к нашей жизни. Теперь после всего сказанного вопрос стоит еще более острый. Так почему же не ищем реального совершенства, а бежим за призрачным виртуальным счастьем? Ай-яй-яй, попробуем на это ответить, но на более глубоком уровне. И прежде покопаемся для этого в человеческой душе. Там все ответы. У нас в Талмуде в трактате Сан-Эдрин приводится на первый взгляд непонятная аллегория. Но из нее можно выучить о структуре нашей души. Шелл был царь. И у царя был благоухающий сад. Когда плоды великолепного сада стали созревать, то царь решил нанять сторожа. Но только он опасался, что сторож сам начнет питаться тем, что сторожит. Поэтому ему пришла в голову гениальная идея. Он наймет двух сторожей. Одного калеку, без ног, но зрячего. А второго здорового, с ногами, но слепого. Их присутствие отгонит воришек, а сами они не смогут полакомиться плодами. Без ноги просто не дотянется, а слепой не увидит, что брать. Решил, сделал, нанял сторожей, дал им ключ и спокойно уехал по своим делам. Прошло время, он решил проведать свой сад. Пришел и в глазах потемнело. Деревья были пустыми, а лица сторожей полными. Смотри, скричал царь. Не я завопил слепой. Не я закричал, коллега, я не могу дотянуться. Это не мы. Ну, конечно, надеюсь, вы знаете, царь догадался, что тут произошло, как и вы. И посадил безногого на шею к слепому и судил их, как одного человека. В чем тут смысл? И для чего приведена эта притча, мы изучать не будем. Это другая тема. Мы привели ее, чтобы использовать эту точную символику и схему образных сравнений, чтобы понять, как Творец сотворил человека. А ну, попробуем расшифровать символику. Благоухающий сад, плодовое дерево, это человек. Плоды его, это его я, личность. Два верных сторожа охраняют его. Один здоровый такой, все может, но слепой. А другой зрячий, но не деспособный. Кто они? Давайте попробуем понять тут. Расшифровка, она простая. Силы тела и все его порождения, это и есть слепые сторожа человека. А вот силы духа, духовное начало человека, это его зрячие сторожа. Кстати, кого эта тема интересует, есть более глубокий курс, называется Анатомия человеческой души. Там это можно услышать поподробнее. Итак, если присмотреться к человеку, то можно обнаружить в нем три вида человеческой деятельности. Физиологическая, эмоциональная и интеллектуальная. И на всех трех уровнях присутствуют слепые силы. На уровне физиологическом это инстинкты самосохранения, есть, спать, дышать, жена, крыша над головой. Они верные сторожа. Они защитят человека в момент опасности, заставят позаботиться о здоровье, обяжут есть, спать. Инстинктивная потребность к противоположному полу потолкнется к созданию семьи, к непродолжению рода. Телесные желания, они сторожа человека. Подберемся на один этаж выше, на уровне эмоций, и там слепые силы, отрицательные качества человека. Как то? Зависть, ненависть, обиды, стремление к почету, к власти, к деньгам. Все это слепые силы. На уровне интеллектуальном это воображение человека. Насколько оно слепо, мы уже неоднократно говорили. В дополнение к этому, в течение времени вот эти слепые силы, они привыкают к этому же действию. И тогда что появляется? Появляется понятие привычки. Они тоже слепы. Все эти слепые силы встроены в нас с момента рождения. И слепо движут человека. И отвечают за все, что человеку хочется. Снова и снова не будем забывать, они верные сторожа человека. Вот только почему они сторожат нас? Для чего? Они не знают. Не хотят и не могут знать. Они слепые. Это слепые, лошадиные силы человека. Ну, назовем их условно силой тела. А какие силы зрячие в человеке? Как мы сказали, разум. Разум человека его зрячий сторож. Он заранее предупредит об опасности, заранее позаботится о всех потребностях человека. Разум может дать направление в жизни, куда стремиться, чего пытаться достичь. Разум наполняет жизнь. Смысл. Но только чтобы разум указал правильное направление, требуются развитые, положительные, хорошие человеческие качества, как то скромность, доброта, терпеливость и так далее. И хотя эти качества тоже слепы, они имеют важную функцию дать разуму возможность видеть этот материальный мир ясный, не искривленный пристрастиями своей души. Ну, казалось бы, да здравствует разум. Но где проблема? Разум без тела, как инвалид без ног, он недееспособен. Но ничего не может. Он зрячий, но без ног. Слепые силы и зрячие это подобно паре всадник и лошадь. Лошадь может быстро скакать, но не знает куда и зачем. Всадник же знает куда и зачем, но, увы, не может скакать. Итак, в человеке находятся две коалиции сил. Одна слепая, лошадиная, включает все телесные вожделения, негативные проявления характера, дурные привычки, излишние эмоции и свободно порхающее воображение. А другая коалиция, зрячая, разум и хорошие человеческие качества. Это четкое разделение между двумя силами человека. Слепые и зрячие. Слепая коалиция представляет эгоизм человека. Зрячая, альтруизм. Ну и как они соотносятся? В идеале, в теории, коалиция зрячая должна быть всадником. То есть управлять лошадью, быть с ней в полной гармонии. Так то изначально было задумано. Ну а что в реальности? В реальности идет борьба. А что за борьба? Кто-то что борется? Ну как мы уже сказали. Зрячие. За зрячую осмысленность. За будущее. За конечную цель. За то, что надо. А вот слепые, за слепое, семиминутное, приятное сейчас. Они ревут. Хочу сейчас. И все. Дай нажать на кнопку. Всякий погоняет коня к цели прямо. А конь хочет налево от цели. Хочет свобода называется. Травку пощипать за кобылой погнаться. Сила зрячая толкает человека к цели своего творения, к работе над собой, к истинной духовности, к скромности, к умеренности. То есть к человеческому совершенству. Сила же слепая от цели, от совершенства. А куда? Куда угодно. Главное не туда. Сила-то слепая. Для меня же нет смысла ни в чем. Вот что-то ставит удовольствие, вот туда и толкать буду. Приятно выпить, закусить девочками, судно, поиграться в компьютер, турпоход, музыку приятно послушать, на солнечные зайчики смотреть. Нет проблем. Чай пить, стихи читать, уравнение решать. Пожалуйста. Вот так в человеке происходит борьба. И в этой точке вся дилемма существования человека. А ну, внимание, слушайте, вот тут все, вот тут все. Послушайте. Если разуму удастся справиться со слепой коалицией, то всаднику с кобылой, это и есть искомое совершенство. А вот если слепое братье правит, лошадь управляет всадником. И-и-и-и. Вот это то, что мы и называем счастье. С нашей точки зрения, что вы чё. Это и называется слепое лошадиное счастье. Счастье творчества тоже по-вашему лошадиное? Да. Есть исключения из правил. Но в основном и счастье творчества там, на Марсе, но лошадиное. Ведь если хорошо присмотреться, то можно заметить, что не столько творческий результат движет человека, не сам процесс раскрытия и открытия важен ему, сколько то уважение, оценка и общественный успех, который достигнется благодаря этому творческому результату. Я открыл, я достиг, это я, я, я знаменитый. Я знаменитый, я Бог. Это тоже подспутное слепое желание человека. А что плохого? Что плохого? Оно слепо. Понимаете, тут в этой точке есть квинтэссенция бессмысленности жизни. И что-то самая коалиция слепая в человеке кричит, а? Хочу славы, почета. А разу спрашивает, а для чего тебе слава? Хочу, хочу быть знаменитым. Хочу, чтобы меня все знали, восхищались мною. Ну, предположим, знают и восхищаются. Ну, что дальше? Для чего это хотеть? Что для чего? Просто хочу, и все. Приятно. А разум снова, а для чего тебе, чтобы было приятно? А какой в этом смысл? Что для чего? Не мешать. Брызг, 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 брызг. Всего допустим. Кстати, теперь понятно, почему не совсем любят датичников, а? Однако присутствие портит все удовольствия. Понимаете, это как человек, который сказал всем, что соблюдает диету. И все знают, что соблюдает диету. Но вот однажды, мгновенно вкусный торт сломал диету. И вот он ест, и вдруг заметил, что кто-то его видит. Даже если ему ничего не скажут. Но он только знает, что кто-то смотрит на него. Все. Весь вкус испортили. Так и тут. Итак, повторим, человек, это борьба. Это вечная борьба между слепым хочу и зря, чем надо. Это война или на жизнь, или на смерть. И вот там между слепым хочу и зря, чем надо. Между прямо и налево, между недодальными у меня все есть. Между сейминутным и вечным. Между реальными фантазерством. Между равством и свободой. Между эгоизмом и альтруизмом. Между духовным и материальным. Между добром и злом. Вот там, там и находится человеческое я. Там находится человек. Все зависит, кто кого победит. Победили зрячий выиграл жизнь. Победили слепые, увы. Если слепой победил зрячего, то он дадает человеку такое короткое, семиминутное, приятное, до самого лошадиное счастье. Но лишит его при этом, самого дорогого, что у него только может быть. Украдет его я, его личность, его вечность. Что же делать? Казалось бы, чтобы это не случилось, надо всего лишь немного усилить зрячего разума, поднапрежься, захотеть, пройти какое-то лечение, терапию. В теории это просто. А вот в реальности расскажу вам историю об обраше. Продолжение следует. В одном царстве был царь. Правил. Управлял. но по-видимому недостаточно. И рассмотрел что-то и началась революция у царя. Царя сбросили. Царя сбросили с престола и ему удалось сбежать. Так он бежал, пока не увидел маленькую деревушку, постучался в первую избу, а там Абраша. Абраша же. Деревушка еврейская была. Абраша открыл дверь, чуть в оборот не упал. Государь. Он говорит, спрячь меня, солдаты за мной гонятся. Абраша с трудом успокоился. Он говорит, царь, не волнуйтесь, Абраша старый контрабандист спрячу. Сам что, в доме? Я действительно спрятал. Солдаты искали, искали, ничего не нашли. Так царь жил у Абраши целый год. Целый год он кормил его только кошерным. И за это время, как вы понимаете, на любую революцию пришла контрреволюция. И все революции только чтобы самим прибрать все к своим рукам. Самим хочется тебе порулить. Сбросили революцию, вернули царя на престол. Год расправлялся с врагами и восстанавливал власть. Пока все не успокоилось. И тут он вспомнил, кто его спас. Послал гонцов в деревню. В такой-то день царь наведает всю деревню и каждый, что только не захочет, получит. Ну, в деревню она сейчас переполох. Царь едет, начали убирать мусор, траву красит зеленый цвет. И в назначенный день царь со всеми министрами армии прибыл в деревню. Становили трон и выстроилась длинная очередь деревенских жителей. Ну, первый подошел Янки. Царь, у меня корова сдохла. Выдать корову. Занимойся был в очереди. Царь, у меня крыша поехала. Поменять крышу. И так один за другим, пока последний кто в очереди. Абраша. Все замерли дыханием. Чего? Абраша попросит. Все начали слушать. Чего Абраша просит? Сказал он так. Милостливый и почтенный царь, просьба у меня есть. Можете ли вы у нас в синагоге вот на такой высоте, вот на такой гвоздь забить? Чего? Гвоздь? Я объясню. У меня спина все время чешется. Чешно, ворухой. У меня дома есть гвоздь, я могу к нему подойти и почесаться. А вот в синагоге где сижу и учусь, у меня нету, долго времени терять. Надо домой все время идти. Абраша. Абраша. Я у тебя кот жил. Ты мне казался разумным человеком. Глупец. У меня ведь есть самые лучшие в мире врачи. Почему ты не попросишь, чтобы они тебя вылечили? О, царь белосливый и мудрый ответил ему враж. Царь всесильный и добрый. Царь все знает, но царь не понимает. Какое удовольствие почесаться? Царь вот нам и более детальный клинический диагноз несчастья счастья жителей Марса. Не хотим лечиться, а хотим чесаться. Вдумайте в глубину этого примера. Не хотим меняться, а хотим чесаться. Даже в буквальной форме. Недавно я говорил с одним человеком, он жалился на свою болезнь, практически считается инвалидом, а я случайно услышал, что кто-то это лечит. И совершенно безобидно предложил ему, позвони, может поможет, сможешь вылечиться. Реакция была удивительной, он говорит, чего? Не надо, не дай бог, социалку сниму. Не хотим лечиться. Не хотим лечиться. Не хотим лечиться. Хочется чесаться. Так человек предпочитает вкусное, полезное, семинутное дальним планом, привычное новому, лживое правде. Не хотим реального совершенства, хотим несуществующего счастья. И вокруг этого вся наша жизнь. Ну, продолжим. Чесаться и не чесаться. лечиться. Ну, я вижу, что-то на лечение не тянет. Да не лечите меня, мне и так хорошо. Пока сюда не попал, час не был. Вы напомнили мне, совсем недавно один человек меня так и спросил. На всякий случай назову его Браши. Спросил так, а зачем вы религию придумали? Ну, чего вся еврейская жизнь? Не так хорошо, только устроился. Без этого жизнь прекрасна. А у вас все нельзя. Жизнь невкусная, наверняка несчастная, как роботы делаете, если что вам говорят. Брос дуру маяц, чешись, поезжай на море. Хорошо сказал. Давайте попробуем ответить и вам, и Абраши, и за дно по нем, если лечиться, то что это дает? Давайте не забудем, что мы все-таки ищем путь совершенства. Вначале ответ Абраши, как Абраши сказал, а у вас все запрещено. Да, да, запрещено, но не все. Есть ограничения? Да, есть, но давайте разберемся, что нельзя, какие ограничения, что стоит за этим. Послушайте, расскажу одно дорожное наблюдение. Однажды летел из Нью-Йорка в Израиль, на Иль-Але. Кто летал, знает, идет. Рейс был ночной, добравшись до кресла и тут же устроился подремать. Закрыли глаза и начинаю клевать носом. Тут я слышу стюардесса, которая начала развозить еду, удивительное восклицание. Коля кого, Коля кого. По-русски это означает типа ну ты даешь, молодец. Это в моем полусознательном состоянии показалось слегка странным, потому что по голосу она обращалась к тому, кто сидел передо мной. А прежде чем усесться, я заметил, что передо мной сидит Хасид. Как положено, с чулками, выбритой головой, с пейсами. Как-то показалось странным. Стиардесса, Хасид, Коля кого. Любопытство переселило, я открыл глаза, приподнялся и в одну секунду все стало на свои места. Хасид заказал два пива, мутылочку вина, порцию водки и двойними. А заодно оказался очень разговорчивым, особенно после того, как выпил. Не прошло получаса, вокруг него собрались пол самолета совершенно светских израильтян, которым Хасид рассказывал о еврейской жизни. Впоследствии, когда его спросил его поведение, он так и сказал, что для этого он все это и устроил. И приблизительно так он говорил. Вы полагаете, что Бог нам все запретил? Все наоборот. Он нам все разрешил. А ну скажите, какое удовольствие у вас есть, а у нас запрещено? Вы едите, я ем. Вы спите, я сплю. У вас жена, у меня жена. Вы отдыхаете, я отдыхаю. У вас деньги, у меня деньги. Если скажете, ну есть, что запрещено, конечно есть. Не убивай, не кради, нужно свидетельствовать. Да, тараном действительно запрещает, но не все. А только тот, что может повредить нам, то, что может сделать нас несчастными в конечном итоге, вот это она запрещает. Но только все еще глубже. Человеку кажется, что если нельзя, ограничено, да, несчастный. А вот если разрешено, если все иметь, счастлив буду. Если не сопротивляться, а дать слепым силам то, что они хотят, то, что они требуют, дать им полную свободу, дать им порулить, вот это счастье, крепкое лошадиное счастье. И вот тут фатальная ошибка человека. Вот тут разгадка несчастья человека. Знаете, почему? Человек хочет всего, а душа так не устроена. Все наоборот. Более того, это на ухо доказало, и все. Помните, я вам приводил исследование профессора Гильберта и Стэнфорда. Исследовали счастье. Так вот, один из его экспериментов очень-очень был интересен и для нас. Послушайте. Он дал большой группе студентов, которые учились искусству фотографий, выбрать два самых удачных в это снимка из всех ими снятых за последние полгода. При этом он разделил студентов на две группы. Одним он сказал, что выбор фотографий, который они делают, окончателен, и его нельзя изменить. А второй группе было сказано, ничего страшного, надо быть столь фанатичным. Если после вашего выбора вы передумаете и захотите выбрать другую фотографию, то это можно сделать. Ничего страшного. Все нормально. Ну, результат был удивительный. Вторая группа, которые дали свободную возможность изменить свое мнение, в подавляющем большинстве остались недовольны своим первоначальным выбором. были слегка несчастными. А вот та группа, которой не дали возможность второго выбора, ограничили их. Остались, в общем, очень довольными выборами фотографий. Почувствовали себя счастливыми. Оказывается, что душа устроена по-другому. Мы хотим дать ей полную счастливую свободу, а она это не терпит. Она не так устроена. Хотим дать ей все, а ей это не надо. Душа для счастья необходимы рамки, границы. Нельзя ей давать все, для нее это проклятие. У нас старый был такой персонаж под названием Нахаш, змей. Так его творец проклял. Как он его проклял? Нашим простым бытовым языком это звучит так. Да чтобы ты всю жизнь прожил в супермаркете. Это есть настоящее еврейское проклятие. Да чтобы у тебя все было. Ты же самый несчастный человек будешь. Помните был такой как его звали Райкер. Что он говорил? Человеку нужен чтобы был дефицит. Откуда он знал этот секрет? Он знал что потому что без дефицита жизнь невкусная. Надо чтобы что-то не доставало. Вот когда достают о вот это вкусно. Кто постарше наверняка один человек рассказал то для них апельсины это было что-то волшебного вкуса. Он приехал в Израиль как только увидел что апельсины растут на дереве на улице с тех пор он не попробовал тут уже 15 лет не попробовал один раз даже апельсин просто не хочется не так вкусно. И когда у человека все есть и не знаю чем все это кончится. Известная история про одного знаменитого американского певца который покончил с собой оставил записку у меня было все. Вывод человеку нужны необходимые ограничения рамки. Но кто их даст? Кто? Человек сам их себе установить? Дать слепому порулить? Или чтобы выслушивать выдумки других людей? Откуда им это? Ведь человек может знать что ему принесет пользу и наслаждение в данный момент а принесет ли это пользу и в будущем? Он знает? Не знает? А человечество своими выдумками уже питается тысячелетия построит идеальное общество Я счастливый человек пытается но ничего не получается на Марсе тоже не получит Знаете почему? Не знает как душа устроена и действительно откуда им знать? Ведь она скрыта от человека от человека скрыта но на того кто эту душу сотворил открыто вот вот тот кто изначально сотворил всю неимоверную сложность космоса и человеков кто подарил нам жизнь оживляет нас ежесекундно кто дал нам сторожей слепых и зрячий дал нам именно эти чувства а не другие и знает лучше как душа человеком устроена поэтому подарив нам жизнь творец позаботился о том как эту жизнь сделала для человека по-настоящему счастливый и для этого он дал точные рекомендации как жить чтобы был вкус у этой жизни тут в этом мире он передал ее нам что мы жили этим в этом мире не говоря уже о грядущем ну и спросите в чем же секрет вкусной жизни ответ как всегда находится под нашим носом это как секрет любой вкусной фиши а ну попробуй понятен образном примере сейчас мы с вами умозрительно спечем вкусный торт а ну хозяйки помогайте мне ну с чего начнем так с муки сколько муки 2 килограмма а почему 2 килограмма это то что есть то что нашел в тумбочке так что теперь бабушка добавляла соли и сахара 3 килограмма сахара а почему так много а я люблю послаще тебе раз кило соли а почему кило соли соль дешевая помешал сухо надо на чем-то замесить открывает холодильник достает пиво и а почему пиво а я люблю пиво и вы мне скажете что любить но не стучи ночью чужие тарелки завесил в печь вот он будет а открыл печь и прямо в мусор вкусно будет нет секрет вкусного хозяйки хорошо знает два правила есть в этом первое чего-то нужно поставить в этот торт а чего-то нельзя вы слышите то есть чего-то в жизни нельзя несмотря на то что это существует это первое второе вот этого столько а этого столько все должно в этом мире быть в свою меру все должно быть в правильной пропорции есть какой-то секрет во все вкусном гармоничном и совершенном группа музыкантов может играть в одно и то же время каждый в свое удовольствие но получится при этом не симфония а что кокофония а вот ограничивая свое желание подчиняясь правилам о что получится симфония красивые цветы можно скинуть в одну кучу но тогда и всю красоту не потерять но если их составить не как хочется а в эстетичный букет тогда они дополняют друг друга и усилят свою красоту ничего нового тут мы не говорим мы это интуитивно понимаем всему свое время свое место должно быть пропорция чуть-чуть чуть-чуть не досолил невкусно чуть-чуть пересолил в рот нельзя брать все должно быть в меру вот мера и придаст вкус нашей жизни а где эта мера написана откуда мы ее возьмем должна быть какая-то книга рецептов без всякого сомнения так же как для вкусной пищи так и для вкусной жизни должна быть книга рецептов вот евреи сколько существует и утверждают что такую книгу рецептов они бережно тысячелетиями хранят и она называется Тора Тора корень этого слова от слова гораа инструкция да-да-да инструкция по эксплуатации человека вот там скрытая форма и записаны все рецепты вкусной здоровой счастливой жизни ну поймем это интересное высказывание есть у наших мудрецов сотворил творец дурное глупое начало человека мы его называем ецерара сотворил против него Тору табли приправу про ецерара человека про его дурное начало надеюсь вы слышали он самый страшный враг человека он руководит всеми слепыми силами человека так чтобы они не выполнили цели своего сотворения но известно что творец милости своей не принесет болезнь до тех пор пока не будет заранее готова его излечения и действительно есть панацея есть лекарство от глупого начала человека она называется Тора но только как-то странно она называется не противоядие не лекарство а что приправа Тора она приправа дурному началу человека как это понять с точки зрения творца вот в эти все лошадиные слепые силы человека это не зло это не зло как это принято понимать в религиях и во зрениях мира которые человек придумал вовсе нет они верные сторожа как мы сказали верные сторожа которым творец получил охранять человек человеческая голова понимает что если хотим духовного то телесно материальное надо подавить себе уйти в монастырь в монах и в горы но человеку не дано это понять что в этих слепых силах нету зла а зло оно в бесконтрольности над ним телесные силы должны быть ограничены своей ролью уведомого сторожа и не более а отсюда что все земные удовольствия разрешены тарой более того сказано что придется отвечать за то что не насладились в этом мире плодами творца который приготовил их для нас надо жить и наслаждаться жизнью но в меру в меру что это значит тут есть очень тонкий переход выйти за границу за рамки установленной нам тарой это тот самый тонкий переход от здорового инстинкта желаемого и разрешенного к страсти и вожделению который разрушает человека и поэтому запрещен тонкая граница все должно быть в меру которая тара установит ну вы думаете это все это еще не все есть еще тут третий секрет это намерение которое нам тара предписывает что это в каждом деянии человека есть само действие и то намерение с которым это действие произведено скажем три человека заняты тем же самым деянием они копают яму ну один с намерением туда что-то закопать и засыпать а второй копает чтобы просто землю эту себе забрать на свой участок а третий по простому роет яму для соседа по его русски намерение это отдельная тема может быть только еще маленький пример чтобы понять до какой до какого уровня это может дойти известная притча рассказываю как однажды сидел ребе со своим хасидом и хасид спросил его ребе какая разница между нами я сижу ем яблоко вы сидите едите яблоко ответил ребе есть разница ты хотел съесть яблоко а так как тара повелевая благословение творца перед едой то тебе пришлось его произнести сказать браху а я же хотел упоминание имени творца хотел благословение но так как это нельзя сделать попусту то мне пришлось для этого есть яблоко намерение все меняет мера и намерение меняет все в этом тайна жизни раскрытая нам творцом и только он мог это нам раскрыть как жить в этом материальном мире только он мог сказать что мера и намерения превращает материальное в духовное вы слышите интересно второе в двух местах подчеркивается повеление к душим по-русски контролируя контролируя то есть ограничивая и имея должное намерение поэтому внешне еврейская жизнь выглядит такой же но это только внешний взгляд но изнутри меры и намерения меняет все ну вы думаете что это все обожите это только программа минимум подведем краткий итог итак минимальное еврейское лечение состоит из первое запретов на то что может причинить нам или другим прямой или косвенный вред второе то что разрешено употреблять в меру ту самую меру которую предписал нам Творец третье иметь духовное намерение в каждом материальном деянии есть еще и четвертое повеление активных усилий чтобы принести себе добро то есть человек это может и понимает но лениться не хочет надо заставить это повеление делает и все это это всего лишь минимум только для начала отсюда и дальше идут ступеньки восхождения человека до уровня который не на нашем уровне страха к Творцу любви к Творцу чистоты исправлений в этом смысле Тора это не религия Тора это не религия в общепринятом понимании как религия культа а что это Тора это путь к совершенству человека и при этом Тора не разделяет жизнь будин жизнь святости есть есть жизнь религиозная есть простая нету такого по Торе каждая минута времени должна быть использована для совершенства человека в этой точке кстати многие многие ошибаются иудаизм еврейская жизнь это не часть жизни как все понимают вот я живу нормально только есть какие-то еще религиозные обязанности это не у нас это не по-еврейски еврейство это не часть жизни это вся жизнь можно попросить Творца посидеть в синагоге но только ко мне в дом когда я тапочки надел не заходи можно вот это не еврейская жизнь еврейская жизнь проверяет тогда когда никто нас не видит как мы себя ведем вот там проверка еврейская нельзя выйти в отпуск от еврейской жизни поэтому Торайца относится со всей жизнью поэтому в Торе находятся ответы на все жизненные вопросы как относиться к миру что более важно что менее что главное что второстепенное что цель а что средство какая дорога ведет цели а какая никуда Тора дает человеку в океане жизни те самые весла и якорь те самые ориентиры жизни ясное мировоззрение Тора дает ясную перспективу жизни ну надо бы секунду объяснить Абраша поссорился из-за места стоянки не могу удержаться поссорился ругался доказывал свою правоту чуть не подрался трагедия несправедливо все это переполняло его душу разорвало дни три дня занял пока не успокоился вот гад случается с нами и такое но когда ту же самую сцену Абраша наблюдал со стороны с расстояния даже трех-четырех метров это было неприятно но не было так трагично при этом у нас свое мнение вот тот прав этот не прав да какая тебе разница да уступи этому несчастному почему как-то со стороны мы как-то можем оценить это по-другому а знаете еще не все а когда Абраша увидел такую же сцену ссоры из окна больничной палаты приподнявшейся скойки да из палаты где слышали стоны и вопли больных он все это увидел и громко подумал как мелочно это то что вам важно а когда у себя на похоронах Абраша заметил из проема своей могилы ссору из-за того что один другому на ногу наступил он мудро промолчал но подумал как это говорит и без смысла Тара учит смотреть на жизнь с перспективы времени с конца на начало и с кладбища на роду знай откуда ты пришел говорит мечна знай куда ты идешь и перед кем придется тебе отчитываться единый взгляд на всю жизнь человека и всего человечества позволяет все расставить по своим полочкам разобраться в самых сложных философских вопросах посмотреть на себя по другому Тара обязывает еврея и дает ему возможность увидеть ясный четкий мир мир осмысленный и вот в таком мире где есть одухотворенность материального с одной стороны и постоянное духовное напряжение с другой а в таком мире вкуснее жить и заодно не забыть Тара позволяет стать свободным человеком чтобы не забыть обращенные претензии человек да человек рождается роботом человек рождается без свободы выбора он запрограммирован своими слепыми желаниями о которых мы уже говорили и только когда он способен перебороть их сам ограничить их это делает его свободным человеком это и есть истинное счастье истинное счастье это когда человек свободен от рабской зависимости тела и чувств это когда его трудно рассердить и обидеть и зависть и ревность не сжигает его а только скромность и милосердие украшает счастье счастье когда не требуется костилей удобства развлечений удовольствия и не пустые фантазии прожектерство наполняет его а реальные шаги продуманные планы это счастье счастье когда он знает что он хочет от жизни он управляет жизнью а не жизнью он издается перед жизненными обстоятельствами а создает их не убегает от трудностей а преодолевает их живет без внутренних противоречий компромиссов вот это вот это это настоящая вкусная жизнь но только как в примере с тортом нет вкусного торта в природе его надо сотворить купить подготовить продукты знать рецепт точно соблюсти испечь то есть вложить усилия и так же как нет вкусного торта самого по себе нет счастья самого по себе его надо приобрести своими руками своим усилием своим потом вот такое счастье предлагает нам Тора до гроба а тем более вкус а что плохого у нас и после всего Абраша вызлушала и говорит не учите меня жить да может быть Тора вкусно но мне тоже вкусно без вашего а ну на что это похоже расскажу вам еще одну притчу об Абраше надеюсь последней это притча всей нашей жизни жил-был Абраш однажды шел Абраша по краю пропасти знаете шел-шел задумался о жизни долгие с женой снова поругался дети на голове сидят наглеют с работы собираются уволиться теща еще живет идет-идет задумался и да и рухнул вниз и в последний момент ему удалось зацепиться закусь держится-держится и смотрелся подняться наверх нет никакой возможности внизу блесно и кто-нибудь обратил внимание что вдруг появились две мыши одна белая одна черная и начинают грызть ствол куста вот попал так прошла минута час еще час Абраша немного успокоился и чуть устроился знаете ногу на выемку две ветви связал съесть можно так знаете как на гамаке пейзаж умопомрачительный запах благоуханный исходит из этого куста я присмотрелся малина попробовал вкусно сладко вот это удовольствие и расслабился вообще на все посмотрел по другому варухаше тещи нету успокоился на мышей взглянул им еще грызть и грызть стебель-то толстый крепкий нормально тут в гробу хорошо сухо проходил мимо человек увидел что случилось кричит ему я тебя сейчас веревку спущу ухватись я прошу ему спаси их не надо мне без вашей веревки нормально все хорошо но ты же погибнешь тут пропасть мыши тут не учите меня жить я что сам не понимаю я только устроился ну ты же упадешь ну и что в конечном итоге все упадут вот это прообраз всей жизни человека внизу пропасть там неизбежная смерть та самая которую мы постоянно забываем и человек цепился в куст жизни он хочет жить две мыши белая и черная это день и ночь они укорачивают неизбежно нашу жизнь еще на день меньше еще на ночь меньше наверху там страдания ответственность и тут посередине всего этого человек находит себе малину что за малину ежедневное удовольствие жизни современная цивилизация позаботилась жить одно удовольствие и человек всеценно в малине он забывает о всем остальном какой смысл жизни какой какая что там в конце что за глупости вы говорите да вы что тут все есть холодильник набит выбаливается все телевизор 47 воу на русский ресторан интернет свободно свободно знакомство в Европу смотаться можно по дешевке да я только раскрутился тут малина и вот в таком положении мы предлагаем помощь уходите за веревку он сможет что за веревкой что рыхнули что ли он не остается что за веревкой а эта веревка это путь другой путь наверх путь второй к спасению человек если привяжет себя там этой духовной веревкой то даже тогда когда упадет его тело в пропасть он останется привязан к творцу навеки вечные а браша а у меня нет проблем мне хорошо и так а отлично вы знаете мне кажется что я начинаю вас понимать если я не ошибаюсь вы говорите что вы взяли за брашу с проблемами есть браши без проблем встроенные это вы имели ввиду и действительно давайте возьмем браши которому хорошо то есть такие предположим абраша программист хай-тек 100 тысяч в год дом машина интеллигентный добрый жена красавица вывести ее показать людям одно удовольствие спокойные дети хорошие друзья идеи посещают до границы ездят такой абраша без проблем любопытный такой уверенный в себе над всеми всеми посмеивается все знает обо всем в курсе дела знаком такой абраша наш желанный искомый собесед такой абраша послушайте вы стремились к хорошей жизни и добились ее да ваша жизнь устроена она приятна вам у вас нет страданий но вы уверены что достигли того что могли добиться может есть совершенно другой уровень жизни ведь жизнь необыкновенно сложна многогранно жизнь многомерно можно прожить одномерно можно одноклеточный но это будет жизнь предположим у человека есть земельный участок и он выращивает на нем персики груши собирает продает зарабатывает доволен жизнь устроена все есть все хорошо и вдруг ему говорят слушай у тебя на участке под землей нефть да ну нефть снеси персики поставь насос миллионы качать подумал подумал походил подумал подумал какая нефть мне и так хорошо все устроено доход есть привык персикам да ты сможешь купить все персики в мире все равно не хочу иди знай сад снесу а нефти не найду ну ты же видишь что сосед нашел я спасибо мне и так хорошо не надо ну что мы о нем скажем по всем земным меркам глупец дорогой милый врач у всего во всем в мире есть свой потенциал то есть та конечная цель для которой это появилось в этот мир весь вопрос если этот потенциал достигается можно компьютер использовать по тумбочку а часы как подставку чтобы стол не шатался есть в этом пользы но для этого они были произведены их потенциал был реализован я брошу купил новый телефон первым делом инструкцию в урну сам знаю и стал говорить через год услышал что есть телефон и внутри целый компьютер фотографировать можно пошел менять а ему говорят а брошу да у тебя все эти функции в твоем телефоне если что инструкцию не читал как мучительно больно будет обнаружить что мы могли бы прожить совершенно другую жизнь дорого не запрашивать вам дана душа высокая человеческая душа вы ее используете на сто процентов читали инструкции по эксплуатации может там есть еще что то да вам хорошо но вы используете максимально только слепые силы а что со зрячими ведь человек второй даже не подозревает сколько скрытых зрячих сил заложено в нем его цель раскрыть их во второй высвобождает эти силы раскрывает весь колоссальный потенциал человеческой души а ну расскажу вам историю не пугает это последний расскажу вам об одном из величайших мудрецов последнего времени в величайшем раввине на целях когда он закончил писать свой знаменитый комментарий который он устроил праздничную благодарственную трапезу пригласил важных гостей посередине он встал и обратился ко всем я хочу объяснить причину того почему мы тут собрались конечно же для окончания многолетней работы это уже достаточный повод но у меня есть дополнительная причина когда я был ребенком мой отец делал все попытки чтобы я учил туру нанимал учителей сидел со мной наказывал поощрял но я любил как мальчик любил больше играться на улице и особого интереса к учебе не проявлял вот так я рос и вот однажды я совершенно случайно подслушал разговор между отцом и матерью отец тихо говорил так говорил с большой болью в голосе ты же знаешь что я сделал все чтобы наш сын учился тары но по-видимому не способен к этому не хочет жалко времени я решил отдать его выучиться сапожником пусть будет сапожником и как только я услышал эти слова я не помню даже как я ворвался в комнату и начал плакать и умолять я буду учиться только не высылайте мне вы сапожник и действительно с того времени я стал упорно учиться и учиться и вот результат этого перед вами и вот по совершению комментарию к Тору я вдруг осознал что произошло представьте что я бы не услышал что говорят родители или бы не заплакал перед ними что бы произошло я бы вырос и стал бы сапожником наверняка бы устроился у меня бы все бы было скорее всего я бы был бы хорошим евреем учил бы по вечерам Тору давал сдаку все нормально и вот после 120 лет когда пришло бы время предстать перед судом творца этого мира у меня бы там спросили реф нафтолицви а где я мегдавар я бы на них смотрел чего чего а где комментарии на Тору какой комментарии на Тору я сапожник я программист верно ты стал сапожником а кем ты мог бы стать ой 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 Абраша вам хорошо может быть насколько книги написали сколько добрых дел не сделали могли бы добиться не добились могли бы изменить себя вместо этого меняли весь мир вокруг себя милый дорогой Абраша Абраша кого вы в себе убили сидя с кафе и булочкой за компьютером какого великого мудреца и праведника вы в себе прикончили вы Абраша а могли это быть Авраама в вину про отцом Авраама кто желает получить информацию о других лекциях Рава Ашера Кушмира спросить высказать мнение или пожелания обращайтесь по телефону 0 5 4 5 4 0 0 8 0 1 для звонящих вне Израиля телефон 9 7 2 5 4 5 4 5 4 0 0 8 0 1